Костя, ты в курсе, что не все люди умеют принимать комплименты? Серьезно? Ну это странно. Я люблю слушать комплименты, принимать люблю. Вот скажи мне что-нибудь приятное. Ну ты очень симпатичный. Ой, спасибо большое. Скажи еще что-нибудь. Ну, ты очень веселый. О, да. А я, кстати, умею принимать комплименты и люблю их. Хорошо, Настя, да, да. Я рад за тебя. Похоже, нам срочно надо решать проблему с принятием и отдачей комплиментов. Да? Именно для этого мы пригласили сегодня нашу гостью. Это кандидат психологических наук Светлана Арифния. Костя, встречай. Хорошо. И может быть какой-то там комплимент, если получится? Ну а вам пока хочу сообщить, что вы можете подключаться в наши соцсети и дружить там с нами. Фейсбук, Инстаграм, ТикТок, Ютуб. Мы открыты для вас везде. Доброе утро. Доброе утро, Светлана. Светлана. Костя, вам сделка? Как-нибудь комплимент нашла. Не успел. Ах, не успел. Мы сейчас устаканимся и все сделаем. Для этого, Костя, надо много времени. Ну, мы сейчас научимся делать комплименты. Уверен? Да. Светлана, можно к вам обращаться, Света? Можно. Остались какие-то наскальные там заметки относительно того, какие были первые комплименты? Как они звучали? Первые вообще упоминания еще есть у Аристотеля. Он много чего описывает, как только входили эти комплименты. Назывались они вообще хула, да, это похвала. Только там он начинал вот как бы раскладывать прямо на детали, что это такое. Но это было вообще испокон веков. Как только появилась вообще вербальная речь, собственно говоря. У-а-у-а. Да, да. Тут не все, да, обезьяны произошли, Настя? Серьезно? Серьезно. Потом начинают упоминаться уже где-то в 17 веке вот эти рыцарские поэзии, признания в любви, сиренады под окном. Оно как-то начинает приобретать форму именно комплимента. Намечается ли какая-то эволюция в комплиментах? Вот как это было во времена Аристотеля? Это было хула, то есть это возвышение достоинств человека. То есть оно было такое гиперболизированное. В 17-18 век, да, оно начало приобретать аккуратную форму, более стало романтическое. В 18-19 век оно стало приобретать обязательную составляющую в изучении этикета. На всяких таких вот светских встречах нужно было говорить обязательно какие-то комплименты. Современный мир, да, вот американский или европейский, стали использовать комплимент как способ построения доверительного контакта. Когда я в контакт вхожу через какой-то приятный комплимент, у меня выстраиваются довольно качественные, перспективные и межличностные отношения. Существуют ли какие-то правила, какие-то нормы, как делать комплименты? Чуть-чуть расскажу, да, например, если делить его по видам, то они имеют следующее. Позитивные, прямые и косвенные. Пример. Прямые, да, тогда я как говорю, вы знаете, Константин, у вас очень красивая улыбка. Что есть, то есть, спасибо. Косвенные, я могу сказать так, когда я на вас смотрю, у меня очень повышается настроение. Негативные комплименты, это пустые так называемые комплименты. Они явно высказаны, не обоснованы ничем. Я на вас смотрю, Настя, и говорю, ты знаешь, Тастенька, я смотрю на тебя, я уверена, что ты прекрасная хозяйка. Нет. Ну, как бы, нет, видишь, не попало. Думаешь, что ей нужно от меня. Да, и появляется в негативном комплименте именно вот это подозрение на то, что человек ищет какую-то выгоду. Что, естественно, вредит дальнейшему контакту. То, о чем мы говорим, это должно быть обязательно в человеке. Обязательно. Если нет, то это как вранье, и человек чувствует. То, что явно понятно и видно, и что человек об этом точно знает. Этот человек просто внутри себя подкрепляет свое знание, что дает ему приятные ощущения. Еще есть вид комплиментов, неотразимые комплименты. Когда человек обращает внимание не на самого человека, а на продукт его деятельности. Если художник, да, то я говорю, я восхищаюсь вашими картинами. Если вы с человеком не очень близко знакомы, лучше искать либо косвенные, либо вот такие вот через продукт жизнедеятельности. Слушайте, я знаю такую странную ситуацию. Для актрис очень часто бывает самым ужасным комплиментом, например, от режиссера. Когда он говорит, она сыграла что-то, он говорит, ты такая красивая. Актриса от режиссера ждет точно похвалы о том, какая она прекрасная актриса. Вдруг режиссер говорит, ты такая красивая женщина. Я красивая женщина вам как кто? Это я должна догадаться, что вы имели в виду, что я красиво смотрюсь в кадре, например. Или что я не хочу обидеть вашу бездарную игру. Продолжать углубляться в типы, какие бывают еще вообще комплиментов. Например, эмоциональные. Я что-то заметила, какую-то деталь. Я восхищаюсь в данный момент, потому что эмоционально я это почувствовала и сразу же выдала. Дальше. Есть же манипулятивные комплименты. Тогда, когда я использую комплимент в виде манипуляций для того, чтобы достигнуть какой-то своей, получить выгоду. Например, мы можем мужчине говорить, если в отношениях. Ты знаешь, ты у меня такой сильный. Я восхищаюсь, какой ты у меня успешный. И никогда в тебе не сомневалась. Малыш. Пойдем сходим в магазин. И если я уже понимаю вконтакте, что другое хочет услышать, какая у него потребность. Да, потребности на самом деле, их плюс-минус три. Одна нарциссическая. То есть я хочу, чтобы мной восхищались. Может быть, потребность принятия. То есть мне важно, чтобы меня любили такой, какая я есть. Или же про безопасность. Ты не волнуйся, я буду твоим охранником, я буду твоим телохранителем. Но, конечно же, это я предъявляюсь к тебе в том, что ты нуждаешься в защите. Такая косвенная такая комплимент. Настенька, у нас какая натура? Я не волнуюсь. Какая натура, на первый взгляд? Романтическая. Романтическая. Вот так вот. А что ей нужно давать? Ну, я могу, как физиогномист, сейчас рассказать про Настю все. Понимаешь? Ну, конечно, это все. Только самое лучшее. Но Настя, на самом деле, очень любит все красиво. Она любит глазами. Для нее очень важно, чтобы вокруг было эстетично, красиво, аккуратненько. Все, чтобы было для нее визуально приятно глазу. Понял. Ты пока приятен глазу. Но будь осторожна. Кстати, да. Если что-то вот, например, она сегодня я слышала, обратила внимание на твою прическу. Не просто так, да. Потому что вот что-то ей визуально не нравится. Она будет это пытаться исправить. Пока мы не перешли к принятию. Еще такой вопрос. Очень часто от людей можно услышать, ну, я не умею делать комплименты. Учиться делать комплименты, конечно же, нужно. Но мы должны понимать, что все это точно так же закладывается в семье. Насколько в семье говорили здоровую обратную связь. Ты молодец, потому что ты там получил хорошую оценку, да. Ты умничка застелил за собой постель. Самый главный лайфхак в этом месте – это нужно опираться на свои чувства. Хочется сказать, обретайте хорошую форму, чтобы она, скорее всего, не была прямой. Я встречаюсь с другим человеком. Я смотрю, как он на меня реагирует. И на этой границе появляется симпатия, возбуждение в плане появления энергии, да, интереса к человеку. Я уже смотрю, могу ли я сказать человеку, как он воспринимает, какая форма общения у нас. Если у нас деловой контакт, то я, опять же, буду восхищаться точно не какой ваш шикарный костюм. Да, я могу сказать, вы знаете, у вас очень приятная атмосфера в офисе. Да, то есть я зайду через… Офис. Косвенно, да, через офис. И на самом деле это наилучшая вообще форма комплимента, которая беспроигрышная. Если люди не умеют принимать комплименты, что им делать? Люди, которые постоянно отказываются от… Например, вот вы мне говорите, ну, скажите мне комплимент. Светлана, вот красивые у вас сережки в ушах. Ой, да ладно, это мне там бабушка дала, старые совершенно были. И вы его свели на нет, правильно? Я его не то что… Я его обесценила, не приняла. И он у меня вызвал кучу негативных эмоций. Если я не умею принимать его, я буду от него отталкиваться как угодно. И это моя внутренняя проблема. Я говорила, как можно отвечать на комплимент, спасибо большое, мне очень приятно. Вот это была бы хорошая реакция. Это была бы прекрасная, здоровая реакция. Если я начинаю опираться, над этим нужно работать. Повышать свою самооценку, прописываем свои достоинства и достижения, видим, что мы в жизни вообще уже достигли, какие мы, и начинаем на это опираться. Напишите своим там 50 друзьям, одним словом охарактеризуй меня, да. И часто люди получают такие ответы, как обо мне оказывается так думать совершенно по-другому. И он начинает тоже это впитывать, здоровую обратную связь, и начинает на это опираться. Понял все? Я все понял. По-моему, безумно полезная беседа была. Спасибо большое, Светлана. Я надеюсь, теперь в нашем тандеме комплиментов прибавится. Да у нас и так хлещет энергия. Ой, спасибо большое. Прекрасно. Молодец. Спасибо, они чудесные. Светлана, спасибо огромное, что пришли к нам. Приходите еще, у нас возникнут вопросы. Будем к вам обращаться. Обязательно. А я вам желаю удачи и побольше этой энергии. Спасибо большое. Я вас проведу. А я напоминаю, что в гостях у нас была кандидат психологических наук Светлана Орифнеев. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok